МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И коротко о главном. Производственный конфликт с рукоприкладством. В Копьёво предстал перед судом депутат райсовета. Из сельского спортзала на международный уровень две школьницы Хакасии вошли в состав сборной России по пауэрлифтингу. Помощь одиноким старикам в Алтайском районе проходит благотворительная акция по сбору вещей. Сегодня вновь было перекрыто движение на федеральной трассе М-54. На этот раз причина не только в неудовлетворительном состоянии дорожного полотна. К сильнейшему гололеду добавился штормовой ветер и авария, которая произошла между Пригорском и Волчьим Логом. Эвакуировать столкнувшиеся автомобили и возобновить движение удалось лишь к полудню. На месте побывали наши корреспонденты Виктор Лушников и Антон Михайлов. Сегодня ветер разбушевался по трассе М-54 в степи за Пригорском. Свежевыпавший снег мело поперек дороги, особенно в низинах. Пурга существенно замедлила движение автомобилей, но настоящая пробка возникла после аварии, которая произошла около 9 часов утра. Столкнулись сразу несколько машин. Это застопорило движение на час, затем машины начали пропускать в обе стороны. Но в 11 погода ухудшилась и транспорт вновь встал. Если бы не дороже трассное происшествие, которое здесь произошло, неотчетное, кстати, мелкое, значит, столкнулись 4 автомобиля, из-за этого произошел занос в проезжей части. Микроавтобус с прицепом, застрявший в снегу, вытаскивали полицейским УАЗом таблеткой. И на марку, влетевшую в отбойник, пришлось снимать с трассы эвакуатором. Все это время движение в обе стороны было перекрыто. На трассе скопилось около сотни машин. Но что-то тяжелое, но это же природное явление. Нет, поймите, это же не так просто. Это штормой и ветер. Это уже не человеческий фактор. Это природа. От этого все зависит. А что там дальше по трассе, мы сами не знаем. На выручку водителям прибыли автомобили дорожных служб. Они освободили проезжую часть от снега, и только после этого движение возобновилось. Дорожники будут дежурить на опасном участке, пока не стихнет ветер. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. В Абакане сегодня ездить на машине было безопаснее, чем ходить пешком. Городские тротуары напоминали ледовое поле. Буквально за несколько часов вчерашняя слякоть превратилась в скользкое покрытие. Распутиться вновь застигла коммунальные службы врасплох. Подсыпки сразу не оказалось. В результате только за сутки в городской травмпункт обратилось 60 человек. И это своего рода рекорд. Скользко, потому что выпал снег еще раз, и выйти из дома очень трудно становится. Сегодня еще ни разу не упали? Нет, но подскользнулись по пути в школу. Скользко. Я упал просто пару раз тоже было дело. Подсыпать, хотя бы вот здесь. На спуск. Сейчас-то нормально, когда будет все таять, вот тогда веселье начнется. А все равно вот здесь. Здесь все будет покрыто водой. На скамье подсудимых депутат райсовета. В селе Копьево Рженкидзевского района накануне состоялся суд над народным избранником и одновременно начальником местного коммунхоза. Александр Вайгант ударил подчиненного. Реального наказания за это он так и не получил. За процессом наблюдал Константин Кравцов. В зале суда на одной скамье подсудимый и пострадавший депутат райсовета, при этом начальник Копьевского ЖКХ Александр Вайгант и его бывший подчиненный Евгений Рузанкин. Первый обвиняется в том, что выяснял отношения со своим подчиненным мужским способом. Вайгант из личных неприязненных отношений, возникших с Рузанкиным, нанес ему удар, соответственно, рукой в области головы, в результате чего Рузанкину были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории средней тяжести. Иными словами, Вайгант сломал Рузанкину челюсть за то, что тот высказывал претензии по организации работы в Копьевском ЖЭКе. Все случилось еще осенью. Очевидно, за это время мужчины помирились. Потерпевший в зале суда сообщил претензии к депутату и начальнику Вайганту не имеет. В ходе судебного заседания потерпевший Рузанкин заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, пояснив при этом, что причиненным преступлением вред подсудимый полностью заглавил, принял вверх к извинению перед ним, возместил материальные затраты. Кстати, работники Копьевского ЖЭКа заявляют, Евгений Рузанкин работал здесь три года и все это время злоупотреблял спиртным. Конфликты у него случались не только с начальником, но до драки не доходило. Рузанкин уже имеет судимость за кражу, а сельчане в большинстве, похоже, и не в курсе стычки местного депутата и его работника. Нет, не слышал. Хотя у нас поселок, собственно, небольшой, но такой новости я не слышал. Не могу сказать. Ой, такой я не слышал. Не слышал. Не знаю. Не знаю. А кто-то в курсе и даже защищает. Это чисто нервный срыв. Только это могу сказать. Чисто нервный срыв. Такого срыва, я не помню такого, чтобы где-то что-то было, какие-то конфликтные у него ситуации. Оба участника конфликта от интервью сегодня отказались. Кстати, несмотря на то, что и обвиняемые, и пострадавшие помирились между собой, второму из местного ЖЭКа все же пришлось уволиться. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Хакасию с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Валерий Зубов. Официально в Госдуме он представляет Красноярский край и Томскую область от справедливой России. Неофициально является еще и партийным куратором нашей республики. Валерий Зубов – доктор экономических наук, депутат Государственной Думы 3, 4, 5 и 6 созывов. С 93 по 98 годы занимал пост губернатора Красноярского края. В Хакасии Валерий Зубов встретился с местным активом партии и общественными организациями, а также пообщался с журналистами. Главной целью своего визита депутат назвал подготовку к сентябрьским выборам. Между тем, накануне во многих федеральных и региональных СМИ появилась информация, что Валерий Зубов намерен участвовать в избирательной гонке и составить конкуренцию Виктору Зимину. Однако депутат от СССР опроверг слухи, заявив, выставлять свою кандидатуру на пост главы Хакасии не будет. «Почему красноярец должен избираться в Хакасии? Это во-первых. Во-вторых, я с огромным уважением отношусь к вашему губернатору, ну, председателю правительства, вот, главе исполнительной власти. И я думаю, что он достойно представляет Хакасию и решает ее проблемы. Хотя, я допускаю, что для того, чтобы была некоторая конкуренция, конкуренция всегда подбадривает, что мы выдвинем своего кандидата. Но это, конечно, будет не Зубов». Временно исполняющий обязанности главы республики сегодня посетил социальные учреждения Абакана. Сначала Виктор Зимин побывал в детской музыкальной школе имени Кинеля. В центре внимания новый концертный зал. Оценить акустику помогли учащиеся школы. Хор Лира, дипломант различных российских и международных конкурсов, известен далеко за пределами республики. Так же, как и начинающие звезды, ученики Ирины Никифоровой, мамы Осипа Никифорова, который сегодня обучается в Америке. Сегодня ему особенно нужна поддержка республиканских властей, чтобы выйти на мировой уровень. Руководитель республики обещал поддержать музыканта. Не обошлось и без подарков. Школа получила сертификат на приобретение концертного детского баяна. Так же глава республики заехал в художественную школу имени Каратанова. Там же через месяц будет сдан новый корпус, в котором разместятся просторные мастерские. Педагоги получили в подарок возможность приобрести современные мольберты итальянского производства. Вспомнили и про самый глобальный объект спорткомплекс «Абакан». Чтобы ввести в эксплуатацию бассейн и завершить строительство в этом году, городу необходима помощь. Главе «Абакана» Николаю Булакину и в этом вопросе удалось заручиться поддержкой на республиканском уровне. Мы планируем через неделю посетить стадион спорткомплекс «Абакан». Это самое грандиозное сооружение в республике. Я трезво понимаю, что есть проблема. Не может не быть с бюджетом вопросов. Он у всех всегда есть. Но я думаю, Николай Агентинович не будет отказываться от помощи. Мы подготовим вопросы, обсудим их. И, естественно, республика включит свой ресурс. Две девушки из Хакасии завоевали право выступать на международных соревнованиях по пауэрлифтингу в Техасе в составе сборной России. На помост силачи выйдут в августе, а сейчас готовятся к турниру. Наши спортсменки живут и занимаются в небольшом селе Сарагаш Багратского района. Туда и отправилась наша съемочная группа. Рассказывает Ольга Стельмах. Сарагаш Багратского района кузница рекордов по пауэрлифтингу. Школьники из небольшого села Хакасии чемпионы республики Сибири, России и призеры международных соревнований. Лучшие спортсмены республики по пауэрлифтингу тренируются в подвале местной школы. Здесь много лет назад небольшой зал для занятий оборудовал молодой учитель физкультуры. Андрей Карабонцев, президент Федерации пауэрлифтинга Хакасии, тренирует школьников Сарагаша почти 40 лет. Сюда на свободную ставку преподавателя физической культуры он приехал из Красноярска сразу же после окончания учебы. Основной нынешний я привез из города Красноярска в далеком 1974 году. С Сарагаш ехал молодой учитель, амбиозный такой, молодой учитель с таким чемоданчиком вещей и полным кузовом железа. Вот так практически на голом энтузиазме и начались долгие тренировки и борьба за результаты. Сначала в тяжелой атлетике, а с 1985 года по пауэрлифтингу. Людмила Степынина – двукратная чемпионка России, сегодня еще и спортсменка национальной сборной страны. Таких результатов школьница добила всего за пару лет тренировок. Собственный рекорд в приседании со штангой – 172 килограмма. При собственном весе – в 59. У меня отец строгий. И с детства, например, утром встал, надо было отжаться 10 раз. Ну и вечером так же. Ну и дома там по хозяйству помогали. Сладкое чувство победы в свое время зацепило и Даниелу Колесник. С тех пор школьница берет новые рекорды. Сегодня это вес в три раза больше своего. Впрочем, на рядовых тренировках спортсмены не идут на рекорды. У меня тренер отправил на 120 килограмм. Ну, мне все это легко было. Вот, отправил меня и я встала. Вместе с Людмилой Степыниной 13-летняя Даниела Колесник входит в сборную страны по пауэрлифтингу. Обе девушки и Сарагаша прошли отборочный тур и уже в конце лета в числе семи участниц представят Россию на международных соревнованиях в Техасе. Когда уже за плечами, конечно, уже стоит не Сарагаш, не Хакасия, а Россия, то вот этот груз, груз ответственности, вообще не каждый может с этим справиться. Спортивную карьеру девушки после школы не закончат. В планах продолжить ее в качестве тренера. А пока их наставник ломает голову, где найти средства на очередные соревнования. Из крупных впереди чемпионаты Европы и мира. На последнее дорогу до Москвы оплатит Министерство спорта. Дальше, до Штатов, денег пока нет. Необходимо вместе с проживанием как минимум 300 тысяч рублей. Участие в состязаниях столь крупного масштаба для Хакасии без преувеличения события. Станет ли она призовым? Сегодня скорее зависит не от спортсменок Сарагаша, а от спонсоров и властей республики. Благотворительная акция под названием «Вместе ради общего дела» проходит в эти дни в Алтайском районе. Во всех селах и деревнях организованы пункты сбора вещей в помощь нуждающимся одиноким старикам. В Белом Яре это сразу несколько магазинов, где размещены специальные коробки. Покупая товары первой необходимости для себя, любой желающий может купить что-то и для стариков. Приветствуется бытовая химия, предметы личной гигиены, одежда. Многие, узнав об акции, не только покупают, но и приносят вещи в хорошем состоянии из дома. Продлится сбор до конца этой недели. Проект телеканала «Россия. Фактор А» выходит на финишную прямую. Напомним, одним из участников является наш земляк Павел Степанов. Кто останется в проекте, решают телезрители путем голосования. Поддержать Павла просто. Для этого необходимо отправить цифру 3 на короткий номер 1819. Стоимость сообщения 22 рубля. И это все на сегодня. Напомню, смотрите нас также на канале «Россия-24» и в интернете, на фейсбуке и в твиттере. Я желаю вам удачи. До свидания.